Мигран Арутюнян, 29 лет, звезда ММА! У меня такой девиз в спорте, что вот пришел, увидел, победил. Здесь будет что-то необычное, что-то специфическое, поэтому я могу себя проявить как спортсмен, как человек. Вот, наверное, я в поиске того именно самого момента, чего у меня не хватает в борьбе или в клетке во время боев. Здесь можно что-то другое найти, и в этом есть своя особенная красота. И какая-то техника, да, ее нужно поймать. Обратите внимание, буквально недавно из жизни ушел знаменитый шансонье Шарль Знавур. Именно его портрет мы видим на майке Миграна. Вот такая вот дань памяти знаменитому маэстро. Кстати, о маэстро, именно такое прозвище получил наш мигрант. Помимо того, что он боец ММА, он также представлял нашу страну на Олимпиаде в Рио и завоевал серебро по греко-римской борьбе. Когда во время церемонии награждения на Олимпиаде в Рио зрители стали освистывать победителя, серба Давара. Мигрант призвал их не делать этого. Именно за это он получил свое прозвище Маэстро. Свою карьеру в ММА Мигрант с успехом начал в мае этого года. Победил в первом же бою. Ну что, осталось победить Мидериаму и забрать 5 миллионов рублей. Кстати, он небольшого роста, всего 166 сантиметров. Надеемся, это не помешает ему преодолеть все наши препятствия. По крайней мере, следующее – монеточки. Вот здесь вот ребятам не очень высокого роста, конечно, достаточно сложно. Но зато, возможно, у него сильные и быстрые ноги. Это может ему помочь. Мигрант разгоняется, встряхивает руки, встряхивает ноги, готовится. Я думаю, что у него все должно получиться. Разгоняемся! Олимпиад вперед! Гордость страны, гордость нации и гордость русского ниндзя. Смотри, чуть не упал, но тем не менее, молодец, справился. И на очереди рулевые игры. Здесь нужно как следует оттолкнуться от батута. И снова проблема роста. Даже несмотря на то, что у тебя сильные ноги, ты готов. Но тут нужно вытолкнуться, вылететь и зацепиться за кольцо. Но ты знаешь, хоть Мигрант сейчас и занимается смешанными единоборствами, он не оставляет мечту о золотой олимпийской медали. К сожалению, он падает. К сожалению, он забывает за участие в нашем шоу. Допустил ошибку, которую делают многие спортсмены. Наступил на край батута, а не на центр. Мигрант, ну, конечно же, сразу же ребята начали говорить о том, что невысокий рост у тебя. Все-таки антропометрия играет роль в нашем проекте. Как думаешь? Да может и нет, не знаю, может не так прыгнул. Как настоящий чемпион не привык списывать, не привык оправдываться. Ну а как ощущения, как эмоции? Можно ли сравнить это с выступлением на ковре и в клетке? Нет, наверное. Это как что-то новое, это тоже волнение, это классно. Но когда ты в клетке, ты понимаешь, что ты не должен прыгать или справляться с водой. Там другой человек. Там соперник, который тебя хочет побить. Здесь полоса, которая сегодня, к сожалению, побила тебя. Ну... Спасибо большое, наше уважение. Спасибо. Спасибо.